Галине Петровне 83 года, живет с сыном. Доверчивые пенсионеры не раз впускали в квартиру посторонних. Покупали ненужные быту вещи, отдавали немалые деньги за прочистку вентиляционной системы. После последнего визита непрошенных гостей, горожане обнаружили пропажу 28 тысяч рублей. Четвертый раз приходит. Первый раз я открыла, он в ходе туда. А вы кто? Из Саратова по газу. Ну, по газу. Я и поверила, что. Ну, она им все показывала. И в этот раз он, включите комфорки каждую, включите отдельно, туда-сюда. Я включаю. Он этого направил, значит, тот уже ждал. И он все со мной, вот как? Пока она там была, талон, прушкочил он. И он зашел с похожими. Вот я его не видела, когда он зашел. А когда мы выходили, я смотрю, дверь открыта вообще. По подозрению в краже денег, сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Волжского района. Неоднократно судимый мужчина рассказал, что поехал с напарниками для заключения договора на обслуживание газового оборудования. Но когда женщина отказалась от этих услуг, решил забрать деньги и поделить их с коллегами. Сел в автомобиль, тронулись и... Ну, как бы вот так вот, махом, деньги показал. В руки? Да, в руки. И что пояснил? Вот, то, что это взял у... У клиента? У клиента, да. Начали ему говорить, для чего это было сделано. Поехали, как бы, чтобы продлить договор, но без воровства. А вот, в ответ была тишина. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пояснил, что потратил похищенные деньги на личные нужды. В целях личной безопасности и сохранности имущества не открывайте дверь и не впускайте в свои дома незнакомых людей. Напоминайте об этом простом правиле своим пожилым родственникам. Злоумышленники используют множество схем, продают лекарства, которые якобы лечат все болезни. Под видом соцработников предлагают обмен денежных средств, вымогают деньги для помощи якобы попавшим в виду родственникам. Пожилые люди не всегда могут правильно оценить сложившуюся ситуацию. Часто идут на поводу эмоций, поэтому необходимо позаботиться о них и предостеречь о таких случаях. Эллада Абжалимова, Расул Абрагимов, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.